Всем привет, меня зовут Слободенюк Александр, и я работаю на позиции Senior iOS Developer в компании Grid Dynamics. Как хобби я занимаюсь также преподаванием веб-академии. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, чем можно заняться после того, как вы окончите курсы веб-академии. Ну или в принципе окончите какие-то курсы, или научитесь самостоятельно кодить. Представьте, что вы уже можете выпустить какое-то приложение, вы можете записать несколько экранов в приложении, вы загружаете данные, выгружаете данные, вы можете отобразить какой-то интерфейс уже. Чем можно заняться дальше, куда можно пойти? Ну, во-первых, нужно отталкиваться от ваших целей. Если у вас есть такая задача, как выпустить свое приложение, и дальше им заниматься, и быть как бы владельцем стартапа, такие кейсы у меня тоже есть, у нас много практики, некоторые студенты действительно приходят с этой целью. Вот, в таком случае вам, конечно, нужно будет подготовить свой код, мы это сделаем вместе. Это действительно хорошая новость, потому что веб-академии мы занимаемся проектами, так или иначе. В течение курса вы разрабатываете свой проект. Вы можете делать это по заданию, которое мы вам дадим, или делать самостоятельно по своему заданию. Вот, по своему заданию, если вы его делаете, мы его все равно вместе смотрим, мы улучшаем ваш код, мы ревьювим ваш код, делаем его более благобезопасным, мы делаем его таким, чтобы его можно было поддерживать легче в дальнейшем. Вот, поэтому ваш код, в принципе, будет готов для того, чтобы его зарелизировать в App Store. У нас будет даже небольшая такая MVP-версия вашего приложения. MVP означает, что там будет минимальный функционал, который вы хотите показать людям. Обычно так и делают компании. Они запускают MVP-версию, вот, потом ее скачивают пользователи, дают какой-то фидбэк, случаются какие-то баги, эти баги фиксятся, и добавляется новый функционал. Вот, дальше уже как пойдет, все зависит от того, насколько будет успешное ваше приложение. Вот, давайте перейдем ко второму варианту. Если вы все-таки хотите не стать стартапером, а заниматься программированием, если вы хотите дальше развиваться в направлении программирования, что вам делать дальше? Вот, вам нужно будет, конечно, найти работу, и первый шаг, который я бы выделил, это создание CV. CV-резюме, там, где будет описано все ваши навыки. Обычно, конечно, у программиста CV содержит список навыков, которые он использовал, и с которыми он работал, с разными технологиями на реальных проектах. Так как у вас уже есть законченный проект веб-академии, вы можете написать о нем. Вы можете написать, что именно вы там делали, какие технологии применялись, вот, с чем вы работали, и, возможно, даже рекомендации какие-то вы получите. Это тоже можно написать в своем CV. Вот, второй параметр, который нам понадобится, да, это создать свое портфолио. Портфолио обычно тоже вмещает какое-то количество проектов, над которыми вы работали. Вот, и в нашем случае вы просто опишите проект, который вы делали в веб-академии. Вы опишите, какие технологии использовали, что вы хотели сделать, что вы хотели показать этим проектам, да, как его будут использовать пользователи, и, возможно, даже, ну, как проходила разработка. Это тоже интересная информация. Вот, если у вас уже готово и CV, и портфолио, то можно переходить к тому, что создавать аккаунт на LinkedIn, если вы, конечно, его раньше не создали. LinkedIn – это очень такая важная соцсеть, направленная, конечно, на, больше на профессионалов, вот, и обычно программисты находят работу именно в LinkedIn. Вам пишет рекрутер, вы отвечаете и соглашаетесь прийти на собеседование. Вот, ну, или другой вариант, если вы сами пишете рекрутерам, но это более редкий кейс. Вот, если у вас уже есть аккаунт на LinkedIn, позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы правильно его оформить. Во-первых, есть огромное количество статей, которые вы можете почитать, как вам сделать аккаунт на LinkedIn, так, чтобы он подходил под те компании, куда вы хотите попасть. Вот, ну, я от себя скажу следующее, что, во-первых, нужно указать технологии, с которыми мы с вами работали уже. Вы можете перечислить их как свой опыт, плюс эти самые технологии могут подтвердить другие люди. Вы можете связаться в чате той же Вэкбэкадемии, в Slack, вы можете связаться с другими студентами, скорперируйтесь и подтвердите друг другу знания этих технологий. Вот это вам может помочь в какой-то мере. Также вам в какой-то мере может помочь, если у вас будут отзывы, реальные отзывы людей о вашей работе. Я в том числе могу оставлять вам хорошие отзывы, если вы хорошо прошли курс, я уже так делал. Вот, если у вас уже есть LinkedIn, есть портфолио, есть резюме, то последнее, что можно еще сделать, вот кроме совершенствования своих навыков, последнее, что вы можете сделать, это зарегистрироваться на каких-то сайтах для поиска работы. Самые популярные для разработчиков сайты – это Genie и Dole. Я бы рекомендовал их, но вы можете погуглить и другие сайты, не обязательно на этих двух. Чем примечательен Dole, тем, что там прямо есть раздел с вакансиями для джунов, и вы можете смотреть для джуниор позиций, тренинг позиций, вы можете их читать, смотреть, и вы увидите, что их действительно большое количество, там несколько десятков или сотен вакансий будет. Вот. Я думаю, что в плане поиска работы это все. Вот. Можно еще поговорить о том, какие бывают компании. Я сразу оговорюсь, что сейчас очень высокая конкуренция на рынке труда для джуниор-разработчиков. Если посмотреть, насколько просто сеньору найти работу, вот, и на то, как просто найти работу джуну, то это будут совсем разные вещи. Джуниор-девелопер действительно сложно найти работу сейчас. Очень большое количество людей, которые хотят устроиться, и очень мало вакансий. Что с этим делать? Ну, если есть хотя бы одно, хотя бы один оффер, хотя бы одна компания предложила вам работу, я советую соглашаться обязательно, потому что, по сути, ваше обучение по большей части происходит в практике. Поэтому, в принципе, окончить курс веб-академии – это хорошо, но вам нужна практика. Чем больше, тем лучше. В принципе, от одного до трех лет достаточно, чтобы претендовать уже на позицию middle-разработчика. Если вы middle-разработчик, найти работу будет гораздо проще. Вот. И давайте поговорим в целом, какие бывают компании. Самый большой сегмент компаний в Украине – это аутсорс-компании. Их 44%. Ну, точнее, 44% IT-специалистов работают в аутсорсе и в аутсорс-компаниях. Вот. Что такое аутсорс-компания? Это компания, в которой вы работаете, но при этом вы делаете проект не для этой компании, а ваш заказчик находится в другой стране зачастую. Вот. Самые большие заказчики для украинцев – это, наверное, Западная Европа, США и Израиль. Такие большие рынки. Вот. Существует какая-нибудь американская компания, скажем, Verizon, и они хотят разботать свое приложение. Они проводят аналитику и смотрят, сколько будет стоит разработать это приложение в Штатах, сколько будет стоит разработать это приложение в Индии, в Украине, в Белоруссии, в России, где угодно. И при этом, какое будет качество этого приложения. Вот. И зачастую они, конечно, останавливаются на Украине, потому что у нас относительно неплохое качество за неплохие деньги. Вот. Что это значит для вас? Если вы работаете в аутсорсе, естественно, вам придется в какой-то момент времени начать коммуницировать с заказчиком. Заказчик обычно говорит на английском. Поэтому, наверное, одна из ключевых особенностей работы в аутсорсе – это общение на английском. Возможно, это вам не понадобится с первого года работы, но спустя несколько лет вы так или иначе начнете коммуницировать и с заказчиком. Второй момент, позитивный, конечно, это то, что на аутсорсе в среднем зарплата чуть выше. Это может быть плюс 5% от рынка. Потому что зарубежные заказчики обычно могут предложить больше. Вот. Еще такой момент, чем отличается работа на аутсорсе – это тем, что, возможно, у вас будут разные проекты. У вас может быть проект на 3 месяца, потом на 5 месяцев, потом на год и опять на 3 месяца. То есть, скорее всего, у вас будет большой такой стек технологий, с которыми вы поработаете. Хорошо это или плохо? Есть и плюсы, и минусы, опять же. Минус в том, что если вы работаете над разными технологиями, вы не углубляетесь в конкретную. И есть такой очень важный параметр, как частота вашего кода. Вы со временем будете так или иначе учиться писать красивый код. Красивый код можно научиться писать, только наступая на грабли. Если вы будете писать какое-то приложение, напишите какой-то экран условно, пройдет полгода, вам придется вернуться к этому экрану, вы добавите новую фичу, через год новую фичу, через 2 года новую фичу. В процессе вы учитесь писать его красиво, этот код, так, чтобы его можно было поддерживать, чтобы можно было легко добавлять новые фичи. Это действительно очень такой важный навык для разработчика. Вот. Но с другой стороны, как я сказал, вы столкнетесь с разными технологиями. Это может быть и Bluetooth, и работа с картой, это может быть работа с браузером, с чем угодно, с любой электроникой, которая работает вместе с айфоном. Вот. Давайте перейдем к следующему типу компаний. Это Outstaff компании. Outstaff компании – это 10%, 10-11% от украинского рынка. В принципе, это очень похоже на аутсорс, но давайте вернемся к примеру с Verizon. Verizon может либо заказать конкретный проект в Украине, либо они могут нанять разработчика в Украине. Вот. Outstaff – это, по сути, найм разработчика в Украине через украинскую компанию. Это означает, что вы также работаете на тот же Verizon, но у вас один проект сегодня, через полгода этот проект может поменяться. Если Verizon захочет делать другой проект, по сути, он является вашим менеджером. И ваш менеджмент сидит там, а вы общаетесь напрямую с ними. Вот. Давайте поговорим теперь о большой такой группе – это продуктовые компании. В продуктовых компаниях работают 33-35% украинских айтишников. И это замечательно. Я надеюсь, эта цифра будет расти. Продуктовая компания означает, что компания, в которой вы работаете, ее продукт вы и делаете. И продуктовая украинская компания, чтобы нанять украинского разработчика, она, естественно, должна хорошо сама зарабатывать. Потому что в среднем зарплаты украинских разработчиков, они зависят от того, что предлагает Запад. То есть если украинская компания хочет нанять украинского разработчика, им надо постараться, чтобы иметь хороший оборот для этого. Вот. В чем плюсы? Ну, как я сказал, если вы долго работаете над одним проектом, это для вас большой плюс, потому что вы учитесь писать код хорошо. Если вы работаете в продуктовой компании, скорее всего, у вас будет один проект. Вот. Минус, опять же, если у вас один проект, то у вас не такой большой разброс технологий, с которыми вы работаете. Вот. По поводу финансов, должен сказать, что минус 2-3% от среднего по рынку. Потому что отечественные компании все-таки немножко, если они дотягивают финансово, они стараются сделать какие-то бонусы. То есть для вас любые бонусы будут предложены, в том числе метастраховка, хороший офис, печенье и все остальное, как обычно. Вот. И после всех перечисленных типов компаний, нужно еще сказать, что существует три еще дополнительных типа. В каждом из них работает от 3 до 5% разработчиков, и это достаточно мало. И на это есть свои причины. Во-первых, это не IT-компании. Во-вторых, это стартапы. И в-третьих, это, конечно же, фрилансеры. Вы можете иметь свой проект и работать как фрилансер. Почему мало разработчиков работает в этих типах компаний, да, таким вот способом? Во-первых, давайте начнем с не IT-компаний. Есть, конечно, свои плюсы и минусы, и мы сейчас не будем слишком долго об этом говорить. Я назову основной минус, о котором обычно говорят те же разработчики. Если вы работаете вне IT-компании, то, скорее всего, вы не имеете у кого перенимать опыт. Потому что не IT-компания, это в основном банк какой-то. Представьте, что украинский банк нанимает разработчика, чтобы тот разработал им приложение. И вы работаете в одиночку, у вас нет людей, у кого можно учиться. Вот. Это как бы основная проблема. Ну и второе, это менеджмент. Менеджмент вне IT-компании, он обычно немножко отличается от менеджмента в IT-компании. Вот. Если кратко, можно так сформулировать. Вот. Второй вариант, о котором я сказал, это стартапы. Стартапы в Украине имеют определенное отличие от стартапов в Штатах, например. Стартап в Украине, он обычно не отличается от других компаний. И о том, что в Штатах принято давать либо какую-то долю в компании стартаперам, либо давать опцион, то есть возможность купить акции по фиксированной цене спустя какой-то промежуток времени. Вот. Украинские компании этим похвастаться не могут, к сожалению. То есть если украинская компания называет себя стартапом, это только она себя так называет. Вы, если работаете в стартапе, вы просто работаете в украинской компании. Один из минусов еще заключается в том, что стартапы, это очень рискованное дело. 9 из 10 стартапов не проживают 5 лет, вот, поэтому будьте готовы к тому, что у вас не слишком стабильная работа будет, если вы работаете в стартапе. Ну и последний вариант, это, конечно же, фриланс. Фриланс не популярен среди разработчиков по очень простой причине. Если вы разработчик и вы хотите работать во фрилансе, то вам придется конкурировать с разработчиками из других стран, в которых труд оплачивается еще дешевле, чем в Украине. Вот, поэтому на фрилансе это в основном конкуренция за самую низкую цену, которую можно предложить. Есть успешные фрилансеры, абсолютно нельзя сказать, что их нет. То же самое касается стартапов, есть успешные стартаперы. Некоторые компании все-таки дают долю, это замечательно, но их действительно мало. То же самое с фрилансами. Есть фрилансеры, которые могут зарабатывать много, но это обычно связано с тем, что у них есть какие-то клиенты, уже с которыми они договорились и давно работают. Есть портфолио, очень хорошее портфолио. Вот, в принципе, этим и ограничен украинский рынок. Я еще раз повторюсь, что в любом случае я вам советую принимать первый оффер. Если у вас несколько офферов, то вы теперь знаете, какие плюсы и минусы у разных компаний. Можете выбрать себе подходящую. Вот, я думаю, на этом, в принципе, все. Спасибо за внимание и до встречи на курсах WebAcademy. Продолжение следует...